Всем привет, с вами снова я, Марк Легобой, и это мой очередной влог. И сегодня во влоге я буду открывать один из этих четырех полибэгов. У меня пока всего 8 полибэгов, но я заказал 20, вроде ли 22, я уже точно не помню, но придет очень много, и на каждый полибэг я буду делать отдельное видео. Сегодня я решил, что буду собирать полибэг вот с соколом из-за супергероев, из фильма «Мстители». Эти пока мы уберем в сторону. И сейчас немножко новостей. Значит, я уже собрал вертолет из «Ниндзяга». Да, и такая крутая тут деталь, конечно, имеется. Здесь их две штуки, вроде бы. Нет, одна штука. Здесь робот-ниндзя, много роботов других злых ниндзя, и непонятная девочка. Ну, я не знаю, может, многим она знакома, но я ее не знаю. Она по сериалу вроде, да. Я его пока не смотрел еще. Но, думаю, обязательно посмотрю. Работает он достаточно прикольно. То есть нужно крутить... Сейчас со мной рукой тяжело, но так крутить надо. Вообще хвост, и поворачиваются ракеты, и сам этот пропеллер. То есть достаточно прикольно. Сзади здесь можно положить ниндзя, типа клетки такой. И стреляется тоже сейчас. Так, достаточно так. Да, достаточно круто. Но на обзор я уже заснял. И вы обязательно посмотрите на моем главном канале. Выйдет сегодня, может, в час, в два. Я не знаю, во сколько он там ночью выйдет. Но выйдет. И давайте я покажу мои полибэки, которые у меня вообще есть. Уже открытые. Первый полибэк это с Гендальфом Серым. Второй полибэк это с Ниндзяга. Сохранилась только мини-фигурка. А сам набор был... Там вроде такой столик какой-то был. И из этого столика можно было вытащить золотую... Я их называю так, салатные вилки, как у Рафаэля. Напишите название этого оружия, если вы знаете. Хотя я уже в интернете его, думаю, посмотрю, как он называется. Но если вы хотите, то напишите мне в комментариях. Также есть вот такой вот набор полибэк с Звездных войн. Я думаю, он у многих есть. Есть также полибэк с Бэтмена. Вот мини-фигурка Бэтмена. И его лодка. Ну, вот этот полибэк достаточно редкий. И я думаю, вряд ли он у каждого есть. У кого он есть, обязательно напишите в комментариях, имеется ли он у вас или нет. Также еще у меня есть разобранный... Разобранный он из Чимы. И, по-моему, еще из Сити или... Или не из Сити. Ну, я уже не помню. Да, это было давно. Сейчас давайте соберем этот полибэк. Сейчас вообще давайте уберем. Поставим. К сожалению, поставочки у меня не сохранилось. Я ее поломал. Давайте сейчас собирать этот полибэк. Значит, чтобы сохранить эту упаковку, я буду отрезать с этой стороны. Чуть-чуть отрежу небольшую линию и отсюда высыплю детали. А пакетик сам останется. Сейчас я покажу, как это делается. То есть, вот отсюда отрезается небольшая вот такая линия. Сейчас. Вот она. То есть, вот я ее отрезал. И здесь у нас появилась вот такая дырочка. Которая, в принципе, она у вас может разойтись сама. Но я этого делать не советовал, потому что она может ровно не по шву разойтись. И получится гадость. Да. И полибэк просто придется выбрасывать. И его можно было разрывать тогда обычно. Но я пакетики эти сохраню. Все мы достали. Да, все мы достали. Смотрим, какие здесь у нас имеются детали. Вот такой листик с инструкцией. Здесь у нас сокол. Давайте сейчас его соберем. Так, чтобы посмотреть по картинке, правильно ли я его собираю. Значит, сюда одеваем голову. Честно говоря, одной рукой тяжело собирать. Но ладно, я уже привык. И причесочку одеваем. Значит, вот какая у нас получилась мини-фигурка. Да, вот. Значит, принт у него есть на ногах. Принт у него на поясе. Принт на спереди. И принт сзади. Очень крутой достаточно принт. Такой костюмчик. У него двойное лицо. В таких очках. С красными стеклышками. И другое у него лицо злое. Хотя то тоже не такое уж и довольное было. То есть вот у меня еще одна мини-фигурка в коллекции. Она достаточно крутая. И давайте посмотрим к нему оружие. Из оружия у него вот такой вот лук. Современный. И мне он встречается впервые. И выполнен он достаточно круто. Сейчас. Я установлю сюда. И надену на него. Значит, нацеплю. Этот лук. На нашего сокола. Не одевается что-то. Ну, что ж ты. О! О! Зато прическа вылетела. Да, я немножко не туда одел. Его, да. Наверх, надо вниз. Но смотрится зато очень круто. Далее давайте сейчас откроем инструкцию. И соберем такую небольшую. У нас... Я даже не знаю, как это назвать вообще. Смотрим на инструкцию. Здесь такой небольшой листик. Здесь мы собираем мини-фигурки. И здесь пошла сборка. Такой вот стенки, что ли. Или непонятно вообще, что это. Так, вот такие детали. Да, достаточно, если его, в принципе, потом разбирать. Хотя я вряд ли это буду делать. Но если у меня будет там их... Привезут такие же штуки. Потому что я такие же полибеги. Просто не помню, какие я заказывал. То тогда, я думаю, один я разберу. Другой я оставлю в пакетике. И третий я соберу. И он будет просто красиво у меня стоять. Теперь эту деталь вот сюда. Эту деталь вот сюда. Вот так у нас получается. Далее. Эту деталь у нас сюда. И вот, в принципе, мы закончили строить. Такая здесь ничем у нас не потерялась. Вроде бы нет. Ну, почему-то не хватает одной детали. Ага-га. Не хватает у нас вот такой вот желтенькой пимбушки. Может, я практически плохо посмотрел. Да, плохо посмотрел. Вот эта деталь. Вот я ее нашел. Сюда мы ее вставим. Вот мы ее поставили. Дальше переворачиваем наш листик. Здесь у нас идет вроде... А, нет, не комикс. А здесь у нас просто наборы, которые можно приобрести. Думаю, не у нас в лего-магазинах, но можно приобрести там, за границей где-нибудь. Здесь у нас пожарный такой огнетушитель. Точнее, огнетушитель. Да, и... Здесь у нас будет бинокль. Здесь у нас будет наручники. И здесь у нас будет рация. Вот, в принципе, я собрал. И у нас осталось лишние наручники. Все, это откладываем в сторону, это выбрасываем. И инструкция мне не нужна. Значит, вот какая у нас получается постройка. Достаточно такая небольшая. Высотой она в... Раз, два, три. Четыре. В четыре оригинальных кубика. Ну, обычных, стандартного размера. Высотой, как человечек. Чуть меньше. Из-за прически нашего сокола. Но достаточно круто смотрится. Я так понимаю, то, что этот лук можно повесить, к примеру, вместо рации. Ну, или вместо огнетушителя. Ну, а также такую можно использовать где-нибудь, я не знаю, в своей постройке. Можно какую-нибудь базу такую сделать. Супер навороченную. В цветах таких темно-серо. Светло-серых. И таких вот темно-синих. С всякими с огоньками такими. Ну, достаточно бы круто смотрелось. Ну, в принципе, влог уже на 10 минут. Я думаю, это много. Если вам понравилась такая сборка, и вы хотите... Если вы хотите, чтобы я собирал полибеги для вас каждый день, то ставьте лайки, пишите в комментариях, и побольше просматривайте мои видео. Подписывайтесь на канал главный Марк Легобой Альт. Ой, на Марк Легобой и на этот канал, если вы не подписаны Марк Легобой. Сегодня ждите видео с Ниндзяга вертолетом. И пока новости по моей постройке я пока еще ничего, честно, не сделал. А, нет, я, в принципе, здесь сделал такую разрушенную лестницу, и здесь я полностью сделал так красиво пол. Здесь будет так вот опускаться, тоже будет типа такой ловушки. В предыдущем влоге я показывал, как сделать такую ловушку, чтобы у вас тоже так было круто смотрелось. Ну, и пока это все. С вами был Марк Легобой и спасибо большое за просмотр. Всем пока!